Сейчас с нами на связи Николай Полозов, адвокат. Николай, здравствуйте. Как всегда, вас рады приветствовать в нашем эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, когда вот слышишь такие новости о том, что кого-то задержали за комментарии в Фейсбуке, кого-то задержали за какой-то анекдот антивоенный об уходе, либо же отходе российских войск из Херсона, невольно спрашиваешь, наверное, из себя такой риторический вопрос. Как происходит вот этот вот поиск неверных в Российской Федерации? Ну, то есть, как я понимаю, есть, наверное, специальные службы, ФСБ, либо же простые, такие россияне помогают, собственно, силовикам находить несогласных с режимом. Это, в принципе, такой вопрос для тех, кто проживает сейчас на территории Европы и не понимает реалии россиян. И для россиян, которые, наверное, хотят показать свою позицию, но не знают как. Ну, действительно, российские силовики используют стратегию раскрываемости преступлений, которые происходят в сети интернет. Фактически это выглядит таким образом, что в центрах противодействия экстремизма МВД России, они есть в каждом регионе, присутствуют сотрудники, задача которых – мониторить различные социальные сети на предмет крамолы, на предмет каких-то высказываний. Дополнительно есть и несвязанные с МВД, но тоже государственные органы, Роскомнадзор, где тоже несколько тысяч человек смотрят, постоянно мониторят вот эти социальные сети, если что-то обнаруживают, передают соответствующие заявления. Ну и старые добрые доносы, собственно, за анекдот человека именно по доносу арестовали. Поэтому, с одной стороны, да, государство тратит значительные средства на то, чтобы мониторить интернет, с другой стороны, есть уже и прослойка бдительных граждан. А вот, знаете, Денис еще не вспомнил в своих примерах восьмилетнюю девочку, на которую донесла мама одноклассницы, если я ничего не путаю. Но вот эта история меня потрясла больше, чем те, которые, собственно, уже были озвучены только что. И как вы считаете, это вот действительно такой апогей вот этой культуры доносов? Я не знаю, культура, можно ли по отношению к доносам слово вообще использовать? Это ли максимум? И на самом деле, что является причиной? Потому что мы вот с Николаем Григорьевичем, прошу прощения, с Иваном Григорьевичем Варченко общались совсем недавно. И он говорил, что все-таки должно доходить то россиян, то что в Украине становится все страшнее для них. Соглашаться и воевать в Украине становится все страшнее. Но мне кажется, что вот этот самый страх, он действительно еще выражается и таким образом, что даже вот эта практика доносов доходит до такого абсурда и абсолютно беспринципности. Это же сделала мама такого же маленького ребенка. Ну, безусловно, это уже, можно сказать так, новая нормальность для современной России. То есть уже как до войны там не будет. Что касается мотивов людей, то, ну да, в основном это страх. Мы видим, что власть не проводит действительно массовых репрессий по сталинскому образцу, которые бы затрагивали сотни тысяч и миллионов людей. Она действует точечно. Ее жертвами становятся тысячи лишь и десятки тысяч. Но при этом остальная часть видит, что происходит с этими людьми, пугается этого и из-за страха в том числе пишет доносы, чтобы чего-то не случилось, чтобы отвести от себя, прежде всего, вот эту постоянно висшую беду, исходящую от государства. Еще один аспект. Примерно месяц тому назад появилась новость информации о том, что в России запускается система Oculus, сервис по поиску запрещенного контента. В интернете система работала как классификатор, который анализирует содержимое видео, изображений, в том числе говорили также и о сообщениях. Вот такой инфодиджитализованный ГУЛАГ, в принципе, так можно сейчас назвать, вот такую вот систему, если говорить об итогах месяца, по вашему мнению, то информация, которая сейчас начала появляться в СМИ, социальных сетях, за это время работы системы Oculus, которая должна находить до неугодных режиму людей, увеличилось ли количество задерживаемых людей за картинки сообщения в интернете, если сравнивать с месяцами предыдущими, до начала работы этой системы? Вот сложно сказать, потому что каждый день новости о том, что кого-то задерживают за дискредитацию, за что-то еще. То есть, ну, какого-то масштабного резкого скачка, ну, наверное, не произошло, если судить по средствам массовых, по различным информационным сообщениям. Что касается в целом, мы видим, что в России такой вот очень мрачный развивается киберпанк, когда действительно достижения науки и техники государство использует для того, чтобы контролировать граждан. Это не только речь об Oculus, это и система распознавания лиц в московском метро, которая в том числе использовалась против тех, кто выходили на протесты, и множество-множество других инноваций, которые власть использует исключительно в репрессивном ключе. Ну, да, это на самом деле впечатляет, потому что, знаете, такая огромная страна воспитывается на том, что технологии нужно бояться, и все прогрессивное, и то, что может облегчить жизнь, по факту только утруждает, угнетает и ухудшает жизнь. И так или иначе, но нам с этими людьми жить на одной планете, а и Украине еще и по соседству. Так получается? Видимо, так. К сожалению, скажем так, то, что происходит сейчас в России, конечно же, во многом те пропагандистские действия и нарративы власти, которые распространяются на людей. И в этом смысле людям, конечно же, в России под гнетом вот этих репрессий достаточно сложно, ну, скажем так, выражать собственное мнение. Они запуганы, они боятся, и, конечно же, новые технологии, которые направлены на поиск и на уничтожение несогласных, они никакой надежды россиянам внушать не могут. Николай Николаевич, ну и у вас, как правозащитника, я, конечно, не могу не спросить, а какие же инструменты, собственно, остаются у вас и у ваших коллег для того, чтобы, возможно, использовать и те же технологии, хотя бы для распространения правдивой информации, для того, чтобы все-таки использовать это как доводы, которые помогут хотя бы найти выход тем, кто его ищет и кто хотел бы иметь этот выход. Ну, скажем так, те, кто хотят получать достоверную информацию, конечно же, у них эти возможности есть даже в условиях России. Единственное, это не нужно делать публично, но существует и ВПН, существует множество других способов обходить блокировки, Роскомнадзора, читать не только то, что предлагает и смотреть российская пропаганда, ищущий добрящий. И вот что касается репрессий, на самом деле мы понимаем, что россиянам, которых могут потенциально мобилизовать, которых уже мобилизовали или которые скрываются от мобилизации, в Украину ехать страшно. И это действительно праведный страх, потому что делать здесь российским оккупантам нечего, и с добром, конечно, их здесь не встретят. Высказывать свою позицию против войны тоже страшно на территории Российской Федерации. И это все, конечно, провоцирует такой, я думаю, огромный внутренний конфликт внутри каждого россиянина, который вообще думает о войне и слышит о ней что-то. Как вы считаете, этот конфликт когда-то все-таки может быть использован как праведный гнев для того, чтобы начать менять саму Российскую Федерацию и все-таки помогать, скажем так, Украине так же, чтобы... Потому что ведь исход войны в Украине и победа Украины, она ведь выгодна на самом деле и самим россиянам, потому что этот исход войны, который положительный будет для Украины, он так же повлияет на возможную перестройку, на возможные изменения в самой Российской Федерации для того, чтобы наконец-то посмотреть на то, что... А можно ведь жить по-другому и ни на кого не нападать, и нужно заниматься действительно своими внутренними проблемами и наконец-то понять, что нас все это время обманывали и так далее. Вот как вы считаете, а до этой исторической победы есть ли хоть какой-то шанс для самих россиян, что все-таки безопасней начать менять Россию, а не через войну в Украине, скажем так, прийти к этому осознанию? Я боюсь, что, к сожалению, здравых сил в России практически не осталось. То есть это, возможно, отдельные люди, какие-то атомизированные небольшие ячейки сопротивления тому ужасу, той диктатуре, которая происходит. Поэтому я боюсь, что каких-либо здоровых процессов внутри России самостоятельно заразиться, по крайней мере, в ближайшее время никак не сможет. Только внешнее воздействие, только направление по правильному пути, причем через сопротивление, потому что не все абсолютно будут понимать, для чего это нужно, может исправить эту ситуацию в целом. И в конце. Российская оккупационная машина, репрессионная машина, она, естественно, проводит репрессии не только на своей территории, но и на территории временно оккупированной. Я говорю сейчас об автономной республике Крым. Днями Южный окружной военный суд приговорил к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы крымско-татарского. Активиста Амитханова Абдулвапова по делу о причастности к Хизбут-Тахрир, тогда Крымская солидарность. Об этом сообщили. Это деятельность террористической организации, участие в такой. Это часть 2, статья 205.5 Уголовного кодекса Российской Федерации. На самом деле процесс по Хизбут-Тахрир, он же проходит ни день, ни два, и ни месяц, и даже не один год. Он происходит довольно долго. Ваши коллеги, защитники, также правозащитники, говорят о том, что в принципе по делу Хизбут-Тахрир Россия не первый раз это делает, и в принципе уже не так много людей остались в Крыму, которые могли бы проходить по этим делам, вообще в принципе участвовать, скажем так, проходить по этим делам. Почему, как вы считаете, Россия все еще использует вот эту методичку по Хизбут-Тахрир, и будет ли ее использовать далее? Ну, во-первых, это абсолютно удобная схема для винтиков репрессивного конвейера, то есть для следователей, для прокуроров, для судей. Это все показатели их работы, раскрываемости дел по террористической направленности, это звания, это надбавки и так далее. То есть это оправдание тех бюджетов, которые выделяются на репрессивный аппарат. Для верховной власти нужно это как элемент давления, прежде всего, на крымских татар, на, скажем так, граждан Украины, находящихся в оккупации, и элемент запудивания людей. Репрессии в Крыму не останавливаются ни на день. Буквально сегодня прошел обыск, и прямо сейчас удерживают крымско-катарского активиста в здании ФСБ Ролана Османова, якобы по подозрению в причастности ко взрыву на железной дороге. И мы видим, что эти обыски, эти аресты в Крыму происходят систематически. То есть фабрикация этих дел – это прямая заинтересованность как верховной российской власти, так и непосредственно исполнителя этого процесса. Николай, вам спасибо огромное. Всегда вам рады в нашем эфире. Я напомню, что Николай Полозов был с нами на связи. Николай, российский адвокат. Николай, российский адвокат.